Всем привет, друзья, с вами Антик, и мы продолжаем проходить Герои Меча и Магии 7, потерянные легенды Аксиота, Компания Единства. Ну и те, кто досмотрел предыдущий эпизод до конца, знают, что игра вылетела, и бой с магом Апелламом я закончить не смог. Вот такие дела. Ну что поделать, Герои 7. Такие Герои 7. Давайте еще раз повторим этот бой, тем более, что начал я его не очень, так сказать, правильно. Позабыл совсем о том, что у меня есть магия призыва элементалей. Так, надо, я думаю, спрятать вот этих моих ребят подальше. Чтобы, возможно, чердейские орлы не долетят до них с первого хода. Так, ну и, собственно, что мы тут делаем? Мы сейчас должны убить магов, чтобы магистру смерти принести их черепа. Вот это первый маг Апеллам. Сейчас, я надеюсь, его все-таки смогу убить. Так, призыв магии, призыв элементалей. Сразу же кастуем. Элементали огня в этот раз у нас. Не очень хорошо, не очень повезло. А второй раз. И еще, и еще элементали огня. Просто офигенно. Ладно. Будем довольствоваться тем, что есть, как обычно. Блин, ну вот элементали огня, они реально очень мало дамажат. Те же элементали света, элементали тьмы бы сейчас. Столько бы орлов убили просто. Просто было бы офигенно. Ну ладно, не призови мне в этот раз с элементалями, ничего страшного. Сейчас будет второй ход и еще призову, может, кого-то. В идеале, конечно, элементали бы света и тьмы. Они все-таки сильные, а элементально мы еще и на атаку не отвечают враги. Блин, и сразу же у меня всех опять крушителей, то есть разрушителей перебили. Так. Надо снять обратку с орла и немного эфритом может подамажить. Хотя, черт его знает. В оборону тогда надо вставать всеми войнами. Чтобы их не побили. Так, контр-атака нет. Хоть какой-то дамаг. Хоть какой-то дамаг. Так, что-то там с чередейскими орлами произошло нехорошее. Они переместились в конец. Так. Что там я хотел? А, у меня же эти все... У меня еще и вдобавок все заклинания слетели с быстрой панели. После вылета игры. Вот это просто отлично. Ну-ка, а настройки не слетели? Настройки вроде бы те же самые. Так, ладно. Придется заново все выносить. Коллапсы там использовал. Волну часто использовал. Что еще было? Цепь молнии иногда. Ледяную стрелу частенько. Призыв элементарий, конечно же. Так, давайте еще призываем элементарий. Кто у нас будет? Блин, опять огня. Ну что такое? Ну не везет мне просто с элементариями в этот раз. Это просто что-то нереальное. Вот еще у них. Ну вот, наконец-то элементарий света. Призвался. Так, ладно. Эти я ставлю в оборону. Сейчас не буду. Упендриваться. Эти пусть черт... Орлов расстреливают. Блин, три элементария огня. Надо так. Надо же так додуматься. Симбург. Симбург, червежский орел. Ну что, оборотку можно снять одним големом. Да, титаны, конечно, тоже не прощают. Так, их надо спрятать так-то. Так, ну и в принципе, миссия-то у нас движется к завершению. Сейчас вот убью этих двух магов, потом что останется? Потом останется только стать магистром магии. Так, я думаю, что уже можно коллапс сделать. Да, коллапс на этих ребят. Отлично, одиннадцать. И сразу же добить стрелой, да? Вот. А элементарий... Блин, каких элементарий? Элементарий воды у меня... Света побьет, а... Орлов замочит элементарий огня. Такой вот план. Так, тут, конечно, у нас бы... Лицо в рукопашную. Ну, хоть, мадридика, это удачка. Так, что там, 24 элементария воды ходит? Ну, что-то геморализация у меня, да, сработала? Да, хорошо. Враг уже деморализован. Так, три червейских... Три симурга. Три симурга сейчас ходят. О, потрясение. Ну-ка, за что за эффект потрясения? Минус четыре к защите. Что-то я не помню такого эффекта. Так, ну и что? Мы... Нам осталось только вот этого элементария. А вот этого еще элементария, да? Двух элементарий, блин, коллапс, наверное. Коллапс. И еще один коллапс. Нормально. Два коллапса. Это вам не хухры-мухры. Добиваем элементарий. Так, ты у нас вот этого элементария добиваешь. Так, а, элементарий огня сейчас добьет птичек. Все, нормально. А ты вам побежден? Куча артефактов. Подожди-ка. А, я не понял, почему получена ниша как бы... А, это я от него получил, что ли? Ни фига себе. Я подумал, что это мои артефакты, потому что у меня такая же корона магистра надета. Вот, видимо, еще одну корону надели мне. Задание обновлено. Победите Грам Тора. Надо теперь Грам Тора победить. А он что-то то ли убегает, то ли не убегает от меня. Он убегает от меня вообще. Охренел. Так, ну, а на поверхности-то у меня, кстати, ферлон. Можно сейчас армией затариться и поплыть уже. Далекие края. Так, армией затариться. Я хотел ему вампиров дать побольше. Ой. Вот, лилим, конечно, тут можно ему дать. Стрелков побольше части, да? И что-то, наверное, больше никого не буду брать. Этих разрешителей брать что-то не хочу я. Десяти элементарий воды. В принципе, можно лечей взять, да? Ладно, ферлон уже сейчас мало ходов, так что я на следующем ходу обязательно его докомплектую. И в путь. И в путь. Так, Грам Тор убегает. Блин, он захватывает мои все гарнизоны, форты. Вообще не очень. Давайте быстрее, быстрее как-то, не знаю, закончите бой. Так, ну тут, очевидно, хотя бы армии его оценить, да? Можно пока. Десять, десять у нас энтов, десять драконов. Вот, в принципе, остальных я нормально убью. Так, у тигров сколько хв? Пятьдесят. В принципе, даже можно волной их побить. Хотя, чем волной? Элементариями, опять же. Элементариями. Так, ну а тут, в принципе, можно даже этот бой и не смотреть особо. Поражение у нас очевидно. Все, отдаем ему форт. Блин, куда он сейчас следующий форт побежит захватывать? Или куда он пойдет? Так, надо его перехватывать теперь. Ну, в принципе, сам на меня, наверное, сейчас побежит. Так, вот, мне форты обратно отвоевывать, интересно. Наверное, не буду отвоевывать назад форты. Так, и тут улучшаем лечей тогда. Наберем в армию лечей, раз уж они. Так, сильно приросли. Ну, в принципе, можно вообще армию тьмы как бы нанять, но что-то не хочу я. Хотя, если Ферлону придется сражаться с кем-то, если ему придется с кем-то сражаться, то 24 кобера мне тут как-то... Ну-ка, возьмем, давайте, разрушители тогда. Масты коберов? Вот, Ракша составлю, потому что у них как бы удар без обратки. Или, может быть, на этих поменять? Слушайте, о чем нужно, что-то лучше, чем Ракша, да? Блин, я вот... Чего-то мне неожиданно кончились, или что? Да, сука, из-на-нибудь стоит. Однозвездное серебро. Звездное серебро. Блин, опять не хватило, но что-то будет делать. Может быть, так вот сделать все-таки, нам. Ну, что, дам пиратов на скелетах менять? У меня некроманты, этот Ферлон-то. М-м-м, да. Тяжелый выбор. Тяжелый выбор отказаться. Мне не отказаться. Ладно, фиг с ними оставлю. Как есть. Так, и тогда... Раз такие дела, подплывем вот сюда. Так, куда этот громдор побежит? На меня все-таки, да? Так, ну что, давайте проведем бой или не проведем бой? Уроде бы добегаю, да? Так, у меня есть что-нибудь бафающее перед этим? Слади, прийти подкрепление. Грудь с порталом не найдем. Ладно, фиксим. Начнем бой. Ну, и через элементарь опять повоюем. Хотя тут, в принципе, и вода бы неплохо зашла бы. Так стоят, удобно. Одна у тигра он в форке, наверное, оставил. Там было два стэка. Тигров. О, элементарь земли призвался. Это неплохо. Почему? Что, нельзя два раза, чтобы призывать? Я же вроде призывал. Что за фигня? Лицинами не могу применить. Что изменилось, слушайте? Что изменилось с прошлого раза? Может, у этого артефакта какой-то блокирующий? Что-то я не понял. Я вроде изначально магию применил. Слушайте, ребята, если кто-то понимает, что произошло, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, что я реально что-то... То ли я туплю, то ли... Фиг знаю. Почему не могу второй раз кастануть, если я магию изначальную сделал? Очень странно. Все это очень странно. Получи по лицу. Гребаный зверь. Так, надо, по идее, этих вот закрывать. Потому что они стреляют. Так, палатка сейчас будет ходить. И разрушитель. Так, ну от этих толку, в принципе, не будет. Так что можно их в оборону поставить. Хотя, что не будет. Вот от эфитов есть толк. Так, от этих нет. Не буду я ходить. Так, что можно сейчас сделать? Можно еще... Элементали вызвать. Еще элементали вызовем тогда. Да, отлично. Элементали света получился. Почему я на первом ходу не мог кастить второй раз? Я что-то... Или я уже там скастил что-то? Ладно, не буду я сейчас думать про это. Так, это вражеский сейчас элементали ходит или мой. А почему у меня 29 отображается? Потому что все еще не исправили баг. Отображается старое число. А эхо призыва уже сработало. И у меня элементали-то приросли. Так, дракон у нас эфритов убивает, да? Так, у меня... В принципе, 4 дракона можно убить этим болтом. Ледяной стрелой. А коллапсом 9 драконов, да? Воу-воу-воу. Нифига себе, моего элементали как издалека притянуло-то. Что-то я вообще не рассчитал. Ну, в принципе, я, кстати говоря, удачно, да? Потому что... Сейчас он у дракона будет бить. Да, может, не критический удар. Дабы еще парализовали дракона, но... И последний, в принципе, раунд сейчас будет. Последний раунд. Так, куда он пошел? Как-то выжили там. 100 хп у них, да? Блин, и парализовало моего элементали. Так. 7-2 дракона, да? Так, ну что, убью, что нет? Должен убить. Да, блин, не добил чуть-чуть. Чуть-чуть не добили. Ну все. Вот и конец второму магу. Обоих магов я убил. Так, что у нас тут? Шлем с ледопыта, лук с ледопыта. Кстати, фрелону бы неплохо пошел этот лук. Хотя, он руками-то не дерется. В принципе. Вот это, кстати, получше сапоги там. Плюс 2 к очкам передвижения. Так, плюс 12 к магии. Эта шея у меня уже такая есть. Ну, только это изобретенный лист называется. У меня там какой-то око. Так, и на плечи. О, кстати, на плечи офигенная накидка. Давайте возьмем. Так, все, теперь надо возвращаться в дворец магистра. Так, давайте я сразу же наденем, что у нас тут есть-то. Плащик. Всяко лучше, чем вероятность присоединиться к герою там какая-то. Призрачная. Так, 2 к магии с перемещением берем. Это у нас уже такой надет. Так. В принципе, все, да? Больше я ничего не хотел надевать. Так, а что там на туловище-то я взял? Плюс 2 к духу. У меня привесит к защите. Ну, ладно. В принципе, оставлю там плюс 2 к духу. Это незначительный бонус. Так, сейчас проложим путь тогда к магистру. Где он тут был-то? Так, что-то я потерялся немного. А вот он. Башня магистра. Так, Ферлон. Ты у нас идешь, да? Плывешь, точнее. Да, вот Ферлон сейчас пойдет у нас вот этих ребят бить. Надеюсь, он справится. Как угроза-то тут? Тут у нас никакой нет угрозы. Так, тут незначительная угроза. Там непонятно. Низкая, низкая, низкая. То есть у максимально сильных героев у врага низкая угроза. Да, и кстати говоря, так я не нашел сокровища, где залито. Фиг его знает. Если я уже побывал, да? Так, ну ладно. У нас печать огня можно снять, но я пока не буду ее снимать. Пусть они там в заперти постоят. Потусуются. Так, и это у нас путеводитель. Ух ты. Потерянные легенды Аксиота. Авторы. Ну это, видимо, вместо титров, я так понимаю, указатель тут разместили. Авторы истории. Врайтинг Терри Рай. Мап дизайн. Дизайн карт. Дополнительные тексты. Джулия Перроу. Оригинальная музыка четвертых героев. Роб Кинг. И Пол Антони Ромео. И специальная особая благодарность. Значит, героев Матчет Мэджик. Блин, какой героем? Команде Матчет Мэджик и Юбисофт. И Лимбик. Которая разрабатывала. Ну и таким ребятам, как Джон, Дэвид, Джордж. В общем, почти ли мы авторов. Интересно достаточно хоть разместить титры. Прямо на карте. Так, куда идти там? Последняя битва Ферлона. Битва Ферлона. Вот, мне надо Ферлоном заходить в города эти. Так что давайте-ка мы сразу... К городам, что ли, пойдем? Или тут у нас обсерватория еще есть? Так, но Женевьева продолжает путь к башне. Че-то он суетятся опять. Так, и че? Тут где-нибудь есть эта лесопилка-то самая? Где у меня сокровище зарыто? Давайте еще раз посмотрим на фрагмент карты. Тут гора, вода, скелет, лесопилка. Лесопилка, лесопилка. Вот лесопилка есть. Опять крыльев нет. Что-то не похоже, нет? Че-то как-то слабенько-слабенько. Опасная пещера. Фиг его знает, где-то сокровище зарыто. Так я его, видимо, не откопаю в этот раз. В этой миссии. Так, тут у нас герои стоят, да? Давайте их уберем. Эффективность некромантия. А у меня героев-некромантов-то нет. Можно было, может, тут героя нанять какого-то, некромантию прокачивать. Блин, Орин. Зря ты встал на моем пути. Друг Орин. Так вот у меня. Разрушитель совсем не разобрался. К магии берем. Да. Все-таки. Непонятно, где зарыто сокровище. Голема, Эринитова, Голема, Джим. Так, а тут что за печать? Тут у нас печать света, да? Ну ладно, для начала этот город захватим, а там посмотрим. Сразу пойдем второй город захватывать, или все-таки... еще какое-нибудь сокровище поискать. Плюс к магии получили. Тут со всеми героями придется сражаться, чтобы прорубить себе дорогу. Одна, блин, дриада стоит. Я до нее даже не дохожу. Тоже не доходит. А, вот надо было с руки завалить. Да и все, что я страдал-то. Так, плюшись урона за каждый уровень. У меня что, арбалет? У меня арбалет. Я, кстати, хотел потестировать, что лучше, арбалет или легендарный топор, но что-то, я думаю, уже поздно тестировать. Так, о, тут вот сильный герой. Давайте его завалим. Самый сильный герой, судя по всему, за магов земли. Так, ну, вампир, наверное, в бой пойдет или не пойдет. Садим смерть идут. Давайте вампир подождет. Пусть я не лучше подойду сначала, чтобы было понятно. Нормально. Так, волк, у него, наверное, боевой дух высокий. Нет, не очень высокий. Так, ладно, лилим. Может быть, стрелка? Набиваем тигров. Так, ты не убьешь нам. Надо подожди. Так, лечи, лечи, лечи. Давайте стрелков добивайте. Так, ковер, ковер у нас... Наверное, волков будет бить. Наверное, волков. Ну, вампирам осталась легкая работа, конечно. Что поделать? Так, наверное, Джунов надо в первую очередь убить. И заканчиваем бой. А, нет, еще не заканчиваем, у нас еще волк есть. Ну, ладно, сейчас волк убьется об кого-нибудь. Тут кого бы он не укусил, в принципе. Одинаково будет все плохо. Для него. Пристрелить силе, пристрелить защите. Благодуху. Ну, так себе артефакты. Так, что уровень-то получил, а нет? Видимо, нет. Блин, у меня, слушайте, даже в этой миссии герои не успели прокачаться до 30-го уровня. Такая вот миссия. Так, Жневева. Почти добежала до башни Магистра. Ксерксон, блин. Так, эти ребятки там уже волнуются. Давайте по одному их убивать. 18 арбалетчиков. О, нет, прожди, это прям на замок напали, что ли, я думал. Я думал, что на героя напал. В принципе, он, наверное, в замке и стоит, да? Ну-ка. Ну, ладно. Так, а что мне кто ходит? А, я же борист и сейчас управляю, я думаю, что происходит? Я же и скилл для управления баллистой. Вот. Телобороты разрушить, но что-то не получилось. Так, что не полилим, да, бьют. Башенки-то наши. Так, у нас этот вампир портуется через портал, блин. Так что, наверное, подождем. Они выйдут, наверное, сейчас все. Из-за стен. Смыслом там сидеть? Надо подождать. Надо подождать. Еще не все сходили у них. Так что. Бежать вперед пока не стоит. Так, лечи. Лечи. Лечи, наверное, пять стрелков добивают. Такая у них роль. Сколько инициатива у них не очень большая, они ходят как-то. Запоздало. О, ковруша, отлично. Это боевой дух. А вот сейчас надо было бронзающим выстрелом стрелять. Что-то я это затупил. Оп, 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 оп. Опять дерганы ходят эти пираты. Ну и все. В принципе, город с земли захвачен. Лечит тысячи дни с опыта, да? Получаем уровень. Прокачиваем боевые машины. Средства поддержки в армии получают четвертый уровень. Окей. Тут я уже был. Город, надо зайти посмотреть, что там. Фортуна. Так. Ну, в принципе, тут они даже не прокачали город за все это время. Что за люди? Как они вообще играют? Ну-ка, а что там с воинами-то? А воинов тоже нельзя нанять. Белые тигры, кстати говоря, переместились в замок лесных эльфов. В этой компании. Так. Посмотрим, посмотрим. Ну, что, идем тогда второй город захватывать. Что ждать-то? Ну, ладно, я еще уделю пару секунд, чтобы... ...еще раз чекнуть. Где-то, может, лесопилку я все-таки не увидел. Ну, сокровище-то где-то зарыто. До сих пор не могу понять, где оно зарыто. Нет, похоже, я этого не узнаю. О, Бельский посещался. Так, ну, а Женевьева завершает у нас квест... Так. 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 Печально всегда заканчивать какую-то кампанию, потому что перенигрывать ее уже не интересно, нового контента пока не подвезли. Ну, на этом мы прекращаем пока что прохождение героев 7 ввиду отсутствия контента и ждем новую кампанию от разработчиков, которая будет называться Every Dog Has His Day. У каждой собаки бывает свой день. Да, но когда ее выпустят, пока неизвестно. Мы, конечно, будем отследить за новостями. Мы говорим не о силе стихий, а о порядке, жизни, хаосе и природе. Что же до последней школы? Говорят, что том магии смерти Женевьевы потерян, что он упал за борт, когда корабль возвращался с расколотых островов. Правду знают немногие. Сама Женевьева привязала к книге груз и сбросила ее в океан. Она все же прислушалась к словам Ферлона. Так что же такое магия, дар и проклятие? Ни один смертный не познает всех ее секретов. Как сказал Ферлон, душе человека не вынести такого бремени. В путь отправилась сильная, решительная женщина, но вернулась лишь пустая оболочка. Как и сами расколотые острова, Женевьева потеряла себя, оставив рассудок и человеческую сущность в этих проклятых землях. Это цена, что приходится платить, чтобы обладать силой древних. Вот так вот Женевьева пыталась достичь чего-то большего, а в итоге выигрыша-то особого и не получила. Так, ну что ж, спасибо вам большое за то, что следили все это время за... Спасибо, что следили за прохождением этой кампании. На этом мы приостанавливаемся. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Всем удачи и пока!